приветствуем вас дорогие наши зрители на канале крипто комманс наш сегодняшний выпуск news блок крипто будет последним не только на этой неделе но и в уходящем 2023 мы прекрасно понимаем ценность вашего времени а еще мы знаем что сегодня пятница так что с учетом всего вышесказанного мы приложим максимум усилий чтобы очень быстро при этом очень понятно рассказать вам об очень важном но не просто интересно рассказать а еще и объяснить да так чтобы было понятно как это повлияет на будущее и хоть как вы знаете это не финансовый совет мы уверены что данная информация вам действительно будет интересно и полезно и я абсолютно уверен что вы знаете как мы для вас стараемся поэтому мы будем безгранично рады вашей ответной и положительной реакции в виде лайка под видео подпиской на наш канал и вашего бесценного комментария и кстати дорогие зрители огромное вам спасибо что сделали нам невероятный подарок к этому новому году да мы смогли преодолеть отметку в 100 тысяч подписчиков мы вас очень любим и знаем что это взаимно но переходим к новостям и так сегодня выпуски сек одерживает победу над terraform в судебном решении насчет ценных бумаг bitcoin майнеры наращивают свои мощности и капитализацию закат для биржи бит злату основатель биржи сознается в криминальных преступлениях и завершить наш выпуск анализ рынка от айвана лил джеквиста более известного как айван он так оставайтесь с нами итак у нас срочные новости сек одержала победу над terraform labs и док вону в решении по ценным бумагам окружной суд сша вынес решение в пользу комиссии по ценным бумагам и биржам против terraform labs в данном решении делается вывод о том что организация осуществляла предложение и продажу не зарегистрированных ценных бумаг явно указав это в отношении криптовалют луна и мир однако важно заметить что суд представил особый взгляд на свопы ценных бумаг ответчики получили решение в свою пользу по незарегистрированному предложению и продаже этих свопов и здесь возникает супер важный момент все дело в том что своп является по сути техническим отличием обычной торговли на бирже когда вы не просто выбираете одну и вторую пару затем их меняете а производите торговлю по заранее созданным парам и здесь даже торговля к стейблкоину например к тизеру по сути является также обменом одной криптовалюты на другую таким образом данное решение сюда никаким образом не противоречит но и не ставит под сомнение ранее принятое решение в частности о том что xrp не является ценной бумагой данное постановление во многом основывалось на тесте хоуи для определения характера инвестиций суд приняло внимание предыдущее заявление квона в котором указывалось что инвесторы луна фактически вкладывали свои деньги в общее предприятие ожидая прибыль от усилий и действий terraform labs и квона в итоге что мы имеем решение суда о том что токены луна и мир являются ценными бумагами при этом их свопы не являются не зарегистрированными действиями с ценными бумагами если вспомнить предыдущее решение судов когда принимались решение в отношении токена xrp то в них также упоминалось важность принятия во внимание сути каждого конкретного токена и позиционирования их издателя поэтому ключевой вывод который мы можем сделать по этой новости заключается в том что данное решение никаким образом не идет в разрез ранее сделанных заключения судов в пользу крипто поэтому сохраняем спокойствие и не ведемся на sns ведь эта новость в конечном итоге оказалась очень позитивной продолжает наш выпуск короткая выдержка из yahoo finance где ведущие обсуждают ситуацию причины и последствия роста акций крупнейших компаний по майнингу давайте послушаем инвесторы включаются в крипто гонку на упреждение перед возможным одобрением spot bitcoin и деф в следующем январе путем скупки акции майнинговых компаний да так что цена акций майнинговых компаний обгоняют и крипты биржи и сам bitcoin более подробно об этом нам расскажет мэдисон миллз мэдди расскажи нам что сейчас происходит и особенно важно почему да ребят я помню несколько лет назад мне объяснял дэн айтс что во время золотой лихорадки не нужно покупать золото нужно покупать кирки и лопаты и это именно то что сейчас происходит с акциями майнеров прибыли которые они получают выдающиеся марафон digital holdings вырос на 800 процентов riot platforms вырос на 400 процентов за этот год очевидно обгоняя результаты показателей даже самих цифровых валют при этом за 2023 год сам биткоина вырос на более чем 160 процентов причем здесь важно отметить что процессы по майнингу являются очень энергоемкими они требуют специализированного оборудования так что майнеры сейчас расширяют свои операционные деятельности для усиления производства биткоина и конечно отчасти это связано с ожиданием одобрения bitcoin spot и тех что должно будет очень сильно увеличить спрос и помимо очевидного здесь есть кое-что позитивное в том что по крайней мере это было вызвано потенциальным катализатором ведь дело не в том что остальные более крупные рынки начали взрывной рост уходя на исторические максимумы ожидая например сокращение ставок здесь есть действительно реальный потенциал высвобождение значительной стоимости если эти будут одобрены отлично сказано это одно из немногих имен на которых мы сегодня говорили результате нас которого не будет зависеть от действий джерома пауэлла что также важно для инвесторов составляющих свои портфели вы только представьте насколько начинает разогреваться рынок если в предшествующих холдингу год акции майнинговых компаний находившихся до этого времени в катастрофически тяжелом состоянии так сильно выросли да вы будете правы если скажете что это совершенно ничего не значит ведь рынке действительно хаотичная но ведь именно в этом и есть суть рынков когда общий настрой глобальное видение и направление движения толпы сливаются в экстазе и начинается та самая лихорадка в общем определенное интересное время но не забывайте главного всегда сохраняйте трезвый подход холодный расчет и не поддавайтесь эмоциям но и конечно же что это не финансовый совет продолжаем наш выпуск крипто биржа битзлата цитата временно приостанавливает вывод биткоина крипто биржа битзлата объявила что цитата временно приостановила вывод биткоина эта новость появилась после того как бывший генеральный директор и соучредитель биржи анатолий легкодымов признал вину по уголовным обвинениям в сша в телеграм-канале битзлата говорится что бежит цитата временно приостановит вывод биткоина биржа пояснила что решение временное и принято по мере готовности к предстоящим судебным разбирательством во франции в посте битзлата говорится следующее в данном вопросе мы полны решимости и оптимизма и тяне оптимисты пойду докину но а если серьезно мы надеемся что вы наши дорогие зрители с этой биржи никогда не работали или делали это минимально в январе этого года легкодымов был арестован и обвинен в содействии преступникам в отмывании денег сам легкодымов сообщил что бедзлата имел дело с гидромаркет и признал что платформа обменялась гидро в криптовалюте более 700 миллионов долларов в общем скажу я вам две вещи первое конечно же никогда с криминалом не имейте дело а второе старайтесь иметь минимальные дела с централизованными биржами наше золотое правило обменяли и вывели на холодный кошелек только не к стадиальной и желательно аппаратной ведь мы отлично помним что не ваши ключи не ваши монеты и завершает наш сегодняшний выпуск интересная аналитика и наблюдение от айвана леджи квиста более известного как айван он так айван у тебя есть полторы минуты удиви нас ребята всем привет вы только зацените какая интересная информация который поделился мурат когда вы смотрите на пампы биткоина вот эти вершины они выглядят в виде дуги то есть другими словами все вершины выглядят в виде дуги а вот нижняя часть очень резкая и конечно же почему это так почему вершины выгнуты в виде дуги они зины резкие что ж кто-то откупает низы кто-то очень быстро подбирает эти дешевые биткоины закидывает цену обратно и конечно же вопрос кто конечно вы знаете кто вы знаете кто покупает вы знаете что майкл сэйлор и вероятно имеет выставлены ордера на эти низкие цены все что ниже возможно 40 и подбирает здесь все биткоины все 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 вообще все и вот почему мы видим такую картину существует неотъемлемый от рынка спрос рынок сейчас очень бычий он хочет лезть выше рынок нам сигнализирует что он не потерпит никаких дампов потому что как только кто-то начинает дамповать появляется очень много желающих и поднимают эти биткоины включая майкл сэйлора и возможно майкл сэйлор один из крупнейших кто сейчас эти биткоины подбирает это вопрос лишь времени когда все больше миллиардеров и кстати больше стран вы только задумайтесь речь не только про миллиардеров еще и про страны и кто сейчас станет следующей крупной страной покупающий биткоин и кто уже покупает но об этом не говорит это очень важно айван спасибо за обзор это было познавательно в общем все выглядит так что рынок подходит концу года крайне позитивно но как мы и говорили в предыдущих выпусках здоровый и хороший рост не может обойтись без сопутствующих провалов поэтому готовимся их встретить а также готовимся встретить новый год вся команда крипто комманс от души поздравляет вас с наступающим новым годом желает отлично его встретить и провести праздники и конечно же чтобы следующий год принес гораздо больше добра тепла и позитива в нашу с вами жизнь на этом команда ньюсблок прощается с вами и до встречи в следующем выпуске и в следующем году